Самарцев начнут штрафовать за проезд в транспорте без маски. Наказывать будут за нарушение статьи 20.6.1 Кодекса административных правонарушений России. Штраф для физических лиц от 1 до 30 тысяч рублей. Протоколы выпишут сотрудники полиции, которые теперь будут выходить в рейды со специалистами городского дептранса и дружинниками. Контрольные проверки продолжатся во всех видах транспорта – троллейбусах, трамваях, метро, автобусах и маршрутном такси. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В сентябре воспользоваться городским общественным транспортом из-за отсутствия маски не смогли более полутора тысяч самарцев. Это будет делаться показательно, публично, потому что требования о масочном режиме никто не отменял, а с учетом цифр по заболеваемости оно становится все более актуальным с каждым днем. На особом контроле объекты потребительского рынка и предприятия. Их регулярно проверяют на соблюдение санитарных требований. Самарское региональное управление Роспотребнадзора готовит материалы для суда на приостановку деятельности двух магазинов по продаже кондитерских изделий и суши. Предприятия систематически нарушали санитарные меры безопасности даже после неоднократных проверок. Всего в Самаре составили около 260 протоколов на общую сумму порядка трех миллионов рублей. За отсутствие дезинфекции, отсутствие циркуляторов воздуха, нарушение масочного режима и другие нарушения предприятия могут быть либо оштрафованы, либо даже может быть приостановка деятельности. Тем более, если это нарушение выявлено повторно. Специалисты районных администраций также продолжают проверять имбулаторных больных. За последнюю неделю был зафиксирован лишь один случай нарушения имя режима самоизоляции. Доложили и о контроле управляющих компаний. Замечаний к дезинфекции общественных пространств, дворов и подъезда в жилых домов у районных властей за последнюю неделю почти нет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.